Всем привет! Меня зовут Ульяна. Этим видео я хочу вдохнуть веру во всех тех, кто считает, что он обречен, кому официальной медицины заявило, что он безнадежно болен и будет вынужден сидеть на фармацевтической игле всю жизнь, а также для всех тех, кто болен атопическим дерматитом, псориазом, экземой, сибореей и прочими кожными и не только заболеваниями, об истинных причинах которых официальная медицина даже не догадывается. Это моя детская амбулаторная карта. Здесь не все, но основное. Это моя гордость. К 23 годам я вылечила абсолютно все за 2 недели. Как все начиналось? Я родилась с довольно здоровым ребенком, однако в 2 месяца почему-то простудилась. Далее простудилась в 3 месяца. С тех пор каждые 2 недели меня мучили ОРВИ, ОРЗ, острые трихииды, насморки и тому подобное. Для лечения применялись антибиотики, которые напрочь вымыли мою микрофлору. Далее по телу пошла сыпь. И с полугода мы стали использовать гормональные мази типа целестодерма, которые чудесным образом влияют на кору надпочечников, печень, почки и затормаживают развитие гормональной функции. Диагноз атопический дерматит почти с рождения. Мне ставили пробы и врачи считали, что у меня именно пищевая аллергия, например, на бананы и виноград, которые я в принципе не ела. Но аллергия была. В 13 лет помимо этого, после нанесения тату черных мной мне на руку, химической краски на ресницы и какой-то обуви, я поняла, что у меня аллергия на PPD, на черный пигмент. Он выражается на глазах в виде отек квинки, на руках и ногах в виде таких маленьких папул, наполненных жидкостью. Это не гной, это не грибок, но в принципе похоже на вид. Когда эти пузырьки пробиваются сквозь кожу, они задевают друг от друга, в них жидкость шевелится и они ужасно чешутся. Я думаю, много кто из вас знает, о чем я говорю. В 15 лет я узнала, что есть аллергия на полевого клеща. Он называется Deferina. В 19 мы поехали в Израиль и там мне поставили дополнительную аллергию на соединение хрома и никеля. Причем профессор сказал, что пищевой аллергии у меня нет и никогда не было. В Израиле мне помогло мертвое море, в котором я была всего лишь один раз несколько часов. Это просто удивительный эффект. Смотришь на руки и они просто на глазах заживают. И также я думаю, что помогла энергетика святых мест. Далее два года был чудесный перерыв, когда у меня была чистая кожа, абсолютно гладкая, нежная, а потом началось что-то. Пусковой механизм это сильная нервная перегрузка и кое-что еще. Далее рассказываю конкретные события. В августе у меня были мелкие проявления пузырьков на руках и стопах от постоянного трения обуви. А в апреле был просто полный взрыв. Я не поняла, что произошло. У меня началось с глаз. Это огромное скопление гноя, которое постоянно тек, а постоянно опухшие глаза. Непонятно от чего. Я не знала, что происходит со мной. Этого ведь не было так давно. Затем стало уже переходить на саму кожу. Это когда, вы знаете, кожа век, она такая же точно, как у кур лапки. Вот такая же по консистенции. Если трогать лапку и трогать века, то не поймешь разницы абсолютно. Далее все стало спускаться до губ. Растрескались полностью губы. Я не могла обнимать, целовать людей толком, потому что мне все болело, у меня все везде шелестело. Дальше с губ у меня спускалось на шею, полностью была покрыта грудь. Ну, такая твердая, сухая кожа. Это когда ты реально при любом телодвижении, когда кожа здесь сжимается, у тебя, во-первых, сыпется на одежду, а у нас в универе темные пиджаки, некрасиво. А во-вторых, очень все колется и щипет, охота постоянно чесаться. Далее руки, начиная от подмышек, вот так внутренняя часть шла с кистями, стала переходить на переднюю, ну, на эту часть ладоней. Полностью были задействованы ноги от паха до стоп. Такие огромные красные пятна, уже похожие на псориаз. Ну, кто знает, тот поймет, тоже в этих местах шелушающаяся красная, постоянно зудящая кожа. А еще верхняя часть спины. Я считаю, это все тело. Не сказала. Еще же голова. Просто дотронешься, чуть-чуть, а уже сыпется, и волосы очень сильно выпадают из-за этого сибарейного дерматита. Такие корочки. Так больно вообще. Этот ужас злился целый год, я вообще не знала, что мне делать, потому что с каждым днем становилось все хуже. С каждым днем все больше пятен, все больше зудов, все больше нервов я тратила из-за того, что я выгляжу ужасно. То лето в Питере было холодным, я просто радовалась, что оно было таким. Я надевала сапоги, куртку, вот так обматывалась шарфом, и все. И никому не показывала свое ужасное тело. Это было потрясающе. Итак, спустя год мне попалась информация очень удивительная. И начиная с Великого Поста, с марта, я начала голодать по Марве Агонян. Это было с 16-го года. Условное голодание по Марве Агонян предполагает питье отваров трав с медом. И далее цитрусовые соки. Это голодание длилось у меня 28 дней. Симптомы были очень разные, то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. Однако же на выходе, после 28 дней, начался кошмар заново. Пятна стали краснеть, кожа трескаться еще сильнее. Мне было очень странно. Странно все это ощущать. Кстати говоря, я ела только сырое. Меня тянуло именно на капусту, больше всего на кальраби, брокколи и пекинскую. Качан в день я съедала обязательно. Кроме того, я съедала 1 столовую ложку нерфинированного подсолнечного масла и 1,5-2 грамма гималайской черной соли. Мне очень нравился этот вкус. Все это было вместе в салате, я могла питаться только им, что я и делала. Также я ела много бананов. И так как кожа лучше не стала, я решила предпринять нечто радикальное. То, чего я очень боялась, потому что не знала абсолютно ничего до голодания по Марви. И в течение месяца я для себя решила, я для себя определила, сделала выбор, что я голодаю еще раз на воде. Да, люди так не делают. Прошел всего лишь месяц после продолжительного прошлого голодания. Однако ситуация была радикальная, нужно было что-то решать. Пусковым механизмом стало то, что по моему телу пошла крапивница. Не такая, какая была обычно. Это огромные волдыри вот таких размеров, которые реально не проходили целые сутки. Обычно крапивница проходит за 2-3 часа. Конкретно у меня. Голодание проводили сначала в клинике, затем дома 17 дней. 17 дней на воде. Результат обалденный. Просто это супер. Наш организм способен на многое. Я вам говорю, чем бы вы не болели, я не говорю, что кожа сразу же стала гладкой, идеальной. Нет. Дело в том, что это самый ненужный орган и восстанавливается он в самую последнюю очередь. Однако я чувствовала улучшение. Я чувствовала, что она у меня не чешется. Она у меня не зудит, успокаивается. Да? Нет никаких видимых признаков того, что она заживает. Она такая же сухая, растресканная. Но она не чешется. Я чувствую удивительное спокойствие внутри. Это потрясающе. Выходила я на фруктовых соках еще 12 дней. В фруктовых соках без мякоти. Начинала с 500 мл, далее доводила до литра. Фруктовые соки продолжают элиминацию. Элиминация это выведение токсических веществ из организма. Дело в том, что овощные соки, содержащие крахмалы, прекращают элиминацию, а фруктовые усиливают. И на выходе, естественно, симптоматика начала себя проявлять. Пятна стали краснеть, я стала немножко почувствоваться, но уже не так, как раньше. И уже не в всех местах. Уже только слегка руки остались. Кисти именно. И локти. Я от этого не переживала, не расстраивалась. Я была к этому готова. Я знала, что это нормально. Потому что это остаточное явление. Мне даже было в кайф осознавать, что я чешусь не потому, что что-то плохо, а потому что что-то хорошо, потому что что-то из меня выходит, гадость выводится. Потому что такое количество лекарств и гормонов, которые были приняты за всю мою жизнь, хоть и не такую продолжительную, за раз просто так не вывести. Для этого нужно время, нужно терпение и нужно иметь мозг, чтобы это понять. Далее я стала заселять свою симпиотку разными вкусностями, свежими фруктами, овощами, ягодами и зеленью, самое главное. Я просто, я могла часами сидеть на грядках с укропом и просто поглощать его тщательно жуя. Я срывала себе тазики. 300, 400, 500 грамм. Ну просто взвесьте ради интереса. Магазин у зелени. 300, 400, 500 грамм и с большим удовольствием ее поглощать. Это же такая гамма вкусов. Я стала различать их. Это просто восхитительно. Это потрясающе. Это божественно. Я вообще рада, что попала в такой классный период голодания, такой классный период выхода. С тех пор я на сыроедении. Этот способ питания очень удивительный и он отличается от того сыроедения, что был после голодания по Марве. Потому что там я еще использовала в течение месяца посолнечное масло и гималайскую черную соль. А сейчас у меня естественных в рационе нет. Сейчас, спустя 7 месяцев после выхода из водного голодания, симптоматика себя уже не проявляет. Однако, моя кожа еще реагирует на холод. У нас минус 35, ручки замерзли. И я смотрю, гладкая кожа была. И сейчас немножко так чешуя вот в этих местах. То есть кожа еще реагирует на холод. Но это было один раз. Я понимаю, что до идеала мне еще голодать и голодать. Она зато не чешется. Мне еще голодать и голодать. Кстати говоря, сейчас я все еще практикую еженедельные однодневные голодания. С них очень просто начинать. Это очень замечательный способ. Всех я зову к себе в инстаграм. Там я об этом заявляю каждую неделю. Сначала сложно психологически. Затем тело привыкает. Затем тело само просит. Поэтому всех желающих я зову к себе. Начнем вместе. Будем делиться отзывами, ощущениями, эмоциями. Это очень приятно и здорово. У меня есть такой замечательный эко-человечек. Его зовут Победитель. И он такой же сильный, как я. Это мое олицетворение. Я знаю, что я способна на все. Я знаю, что вы способны на все. Я знаю, что вместе мы справимся. Поэтому keep in touch. Добавляйтесь ко мне в инстаграм. Пишите свои вопросы под этим видео. Я обязательно отвечу на все конструктивно.